Уважаемые братья, каждый человек в этой жизни хочет прожить свою жизнь счастливой. Все люди хотят быть счастливыми на этой земле. И саада счастья — это цель каждого человека. Ни одного нету из людей, который хотел бы жить на этой земле несчастным. Ни одного нету человека, который хотел бы жить в грусти, в страхе. Каждый человек хочет быть счастливым в этой жизни. И Аллах, субханава-та-Аля, сделал радость. Эта цель, одна из целей поклонения Аллаху, субханава-та-Аля. Всевышний Аллах, субханава-та-Аля, сказал в Коране, «Скажи по милости Аллаху, субханава-та-Аля, радуйтесь этим. Это лучше, чем то, что вы соберете вместе». Имеется в виду Куран и наша религия. Это лучше всего того, что человек может приобрести. Аллах, субханава-та-Аля, как призывает нас к счастью, быть счастливыми, радоваться. Также Аллах, субханава-та-Аля, запрещает печалиться. «Фَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ» Субханава-та-Аля сказал, «Не печальтесь, не грустите. Поистине, вы выше этого, если вы верующие», говорит Субханава-та-Аля. Отсюда мы понимаем, каждый хочет быть счастливым. «Аль-му'мин والкафир» — верующий и неверующий. «Ас-салих والфаджир» — праведный и грешник. «Аль-гани والфакир» — богатый и бедный. «Кُلُّ أَهْلْ أَرْضِ يُرِيدُونَ يَعِشِونَ فِي سَعَادَ» «Каждый человек на этой земле хочет жить в счастье». Однако задается вопрос. «Аль-гуль-н-нася يحسلوا على هذه السعادة» — «Каждый ли человек обретает это счастье или нет?» Некоторые люди думают, если он станет миллиардером, он станет счастливым. Некоторые люди думают, если купить себе этот дворец или такую-то машину, и все, он станет самый счастливым. Некоторые из людей думают, если получит в свои вруги власть, и остальные люди будут по отношению к нему подобны рабами, то он станет счастливым. Некоторые люди думают, если он станет таким-то, такой-то звездой, таким-то футболистом или таким-то известным, то он станет счастливым. Однако большинство этих людей они неправдивы в своих словах. Их слова — ложь. Их мысли, они ложные. Потому что свидетельствует история то, что большинство людей, многие из людей, которые жили в богатстве, они не были счастливыми. Например, посмотрите, сколько было из богатства, сколько было. Ключи от его сокровищ здоровые мужчины не могли поднять. Не его сокровища даже, а ключи от его сокровищ здоровые мужчины не могли поднять. Такими были они тяжелыми. Однако задается вопрос, даже некоторые вопросы говорили, в Коране приводится аят, «Ой, если бы нам было дано то же самое, что дано Коруну». Завидовали ему. Но однако увидели, когда увидели его итог, как он ушел из этой жизни. Те, которые хотели получить его имущество, его богатство, еще вчера, говорит, «Субхану ва-те-Аля». Якулюн, говорят, «Ой, каэнна Аллаха ябисуту ризка лимэй яшау мин аибаднии ва ягдир». Ох, они говорили, удивились. Аллах, Субхану ва-те-Аля, дает из своего ризка, из своего удела, кому пожелает из своих рабов, и кому-то ограничивает. Ушел Корун, остались его богатства. Не только Корун, Фераун, Кана Ямлик, Сараон, у него было много богатства. Кана Якулюн говорил, «Не мне ли принадлежит власть Египта? И эти реки протекают под моими ногами? Неужто вы не видите?» Фераун, однако этот Фераун, то есть смотрите на реки, смотрите на моря, смотрите на дворцы, смотрите на ту изобилие, в которой я живу. Я, ваш Господь, говорил Фераун, но однако он предполагал, что будешь счастливым, но однако не мог даже предположить, что в один из дней он утонет под этими же реками. То, что Аллах Субхану Ва Та'Аля уничтожит под этими же реками, под этими же морями этого Ферауона. И так было. Аллах Субхану Ва Та'Аля утопил его под этими же реками, под этими же морями, которыми он гордился, говорил, «Эти реки протекают под моими ногами». Это в этой Дуне только. «Аннафиль Барзах», что касательно Барзахи, «Аннару ю'радуна алейха гудумом ва ашия, ва яума тякумус саа, адхилу аля Ферауна ашаддал азаб». В Барзахе они будут наказываться, фараон будет наказываться утром и ночью огнем, адом, пылающим огнем, а когда наступит судный день, ведут фараона и тех людей, которые последовали за фараоном, ашаддал азаб, самую высшую степень наказания, «Джаханнаму л'айяду биллях». Однако, где их саада, где их счастье, о котором они говорили? Не только тарих, не только через историю мы смотрим, даже в наши времена, читаем там в том, там в журнале, такой-то, такой-то миллиардер, ему что-то стало грустно на душе, все он попробовал в этой Дуне и повесился, или такая-то, такая-то миллиардерша, у нее было столько-столько имущества, она не может заснуть без успокоительных лекарств. Субханаллах, не вы ли миллиардеры, не в ваших руках ли эти деньги, эти имущества, можете полететь куда захотите, кушать что хотите. Нет, не могу. Где же саада, где же, почему так случается? Потому что в их сердцах та вещь, которая называется иман, вера, в Аллаху, она не присутствует. Поэтому Аллах, субханаллах, говорит, то, кто отвернулся от поминания имена, от поклонения Аллаху, его жизнь будет скомканной. Сколько бы у него имуществ не было, сколько бы у него власти не было, если он не поклоняется Аллаху, он будет скомканно жить. Субханаллах, иногда даже отчаиваются верующие люди, которые читают намаз, спастятся и говорят, субханаллах, в Аллахе-Л'Азим, говорят, я думаю, что такой-то, такой-то он богат, он счастливее меня. Хоть я и поклоняюсь Аллаху, где твой иман, где твоя акейда, где твое привязанное сердце с Аллахом, субханаллаху, наш любимый посланник Аллаха, Мухаммад, субханаллаху, наш любимый пророк Мухаммад, саллаху, 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 привязывал камень к своему животу от голода. Иногда ночью не мог заснуть, саллаху, 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 несмотря на то, что он любил бараньи ножки, выходил ночью из дома из-за голода, хотел найти себе что-то из еды. Сломали ему зуб на ухуде, при битве при ухуде, разбили ему лицо пророку Мухаммаду, саллаху, спал на деревянной подстилке, когда просыпался, следы оставались на его теле, когда он был в пещере, его ужалил скорпион. Но несмотря на все это, он был своим счастливым на земле. Он был счастливым и радовался любой вещи. Наш любимый пророк Мухаммад, скажи по милости Аллаха радуйтесь Курану радуйтесь сунни посланника Аллаха будьте счастливыми это лучше чем то что вы сможете вместе собрать говорит Субханнаху его семейство, его потомство Аллах дал великую власть дал им много имуществ дал им много богатства был правителем, был царем и был пророком однако достаточно было ли ему власти и богатства отдаляло ли его это отпоминание Аллаха Нет Дауд нет 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 треть ночи выставил в молитвах один день постился один день разговлялся поэтому сказал пророк Мухаммад самый лучший выставленный ночной молитвы выставленный и самый лучший пост Дауда день постился день разговлялся Спал, потом одну треть ночи выставил, потом ложился спать, потом вставал на обязательную молитву. Его вот эта власть, его имущество, богатство не отвлекло от поминания, от поклонения Аллаху, поэтому он жил счастливой жизнью. Поэтому он жил, поклоняясь Аллаху. Сулейман, алейхиссалям. Кому Аллах, субхану, давал власть, подобной власти Сулейман, алейхиссалям? Никому не давал, и ни у кого не будет. Где Сулейман, алейхиссалям, сказал, О, Аллах, даруй мне такую власть, у которой уже никогда не будет помимо меня. Знаете, мульку Сулейман. Ни у кого не было, и никого не будет, подобно мульку Сулейман. Однако Сулейман, алейхиссалям, эта власть, это богатство не отдалило его от поминания, от поклонения, субхану, ва-те-аля. Один раз только. Один раз Сулейман, алейхиссалям, один раз он так был занят своими лошадьми, Сулейман, алейхиссалям, то, что его отвлекло от намаза Аср. То есть уже село солнце, наступил Магреб, и он забыл, не специально забыл, был занят лошадьми. Знаете, что он сделал? Взял все эти лошади и принес жертву, чтобы они его не отвлекали от поклонения, Аллаху, субхану, ва-те-аля. Поэтому он жил с счастливой жизнью, Сулейман, алейхиссалям. Именно счастливой жизнью даже. У человека может много быть богатства, много может быть власти, но это его не отдаляет от поминания, от поклонения, субхану, ва-те-аля. Однако, может быть, человек жить не в богатстве, жить бедно, но может быть счастливым. Якулю Расуль, саллаллаху, алейхиссалям, посланник Аллаха, саллаллаху, алейхиссалям, сказал, Якулю бни Адам, мали, мали. Говорит сын Адама, человек говорит, и хвастуется, и ищет свое богатство. Мое богатство, мое богатство. Каль, Валейса лакамин малика, илля ма акальта фаэфнейт, ва лабиста фаэблейт, ва анфакта фаэмдайт. Тогда, субхану алейхиссалям, говорит, нет у тебя ничего из твоего богатства, кроме того, что ты акальта фаэфнейт, скушал и истратил это, одел и износил, и то, что ты пожертвовал и сохранил, говорит пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям. Вот и все богатство человека. Поэтому у человека, может быть, миллионы, миллиарды, нету разницы между тем человеком, у которого нет этих богатств. Может быть, даже человек бедный больше наслаждается тем, что дал Аллах, субхану ата'аля, тем тот, которому Аллах, субхану ата'аля, дал миллиарды. Поэтому, субхану алейхиссалям, человек может кушать хлеб и масло, альхамдуллах, и наслаждаться этим. И больше насладиться, чем тот человек, который зайдет в дорогущий ресторан и не сможет насладиться тем, что он там покушал. Даже, субхану алейхиссалям, когда мы на Ифтаре собираемся с братьями, субхану алейхиссалям, понедельник, четверг, перед тем, как выносят основную еду, выносят зайт и зайтун, выносят оливковое масло, хлеб. Валлах, этим даже больше наслаждаешься и наедаешься, чем основной едой, субхану алейхиссалям. Когда спросили одного из праведников, что есть твоя пища, что ты кушаешь? Я кушаю хлеб и масло. Тогда спросили, не голоден ли ты? Я не кушаю, пока не проглодаюсь. А когда я поем хлеб и масло, я уже не голоден. Именно чувствует, вот этот вкус, благодаря за эту милость Аллаха, субхану алейхиссалям. Поэтому один может одевать шелковую одежду, золото, а другой быть в обычной одежде. Но если у этого человека есть иман, он более счастлив, чем тот человек, который отдален от Всевышнего Аллаха, субхану алейхиссалям. Поэтому все это жизни уйдет, все это пройдет. Через несколько десятков лет нас уже не будет в этой мечети, братья. Другой джамаат здесь будет, другой имам будет, другие братья будут молиться. Поэтому именно то, что с нами уйдет в Ахират, аль-хамдуллю, вот это принесет нам пользу. И без имана, без поклонения, человек несчастлив, несчастен. Он обманывает самого себя. Поэтому человек, бывает, копит свое имущество в банке, не дает садака, не дает закат, и все, уходишь из этой жизни, и оно остается в этой дуне. Я говорю, саллаллаху алейхиссалям, один раз правок Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, обратился к сахабам и сказал, ай-юку малю ахаббу алейхи, малю валя дати ау-малюк. Кому вам что больше вы любите, свое имущество, обратился к сахабам, или имущество своих детей. То есть, что более любимое вам? Кали сахаба, я Расулу Аллаху, сахабы сказали, о, посланник Аллаха, нету ни одного из нас, из тех, для кого бы имущество его детей было любимее, чем свое имущество. И тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, сказал, малюк, ма каддамт, ва ма ла валя датик, ма ахарт. Твое имущество – это то, что ты потратил на пути Аллаха, субхану атеаля, а имущество твоих детей – то, что останется после тебя. Это все остается миразь, наследство, и там они его будут делить, может быть, будут судиться, и так далее. Ты его с собой вахират не заберешь. Поэтому, الحمد لله, обновим свой иман, саллаллаху алейхиссалям, обновим свои отношения с Аллахом, субхану атеаля, привяжем сердца с Аллахом, субхану атеаля. Должны думать хорошо об Аллахе, субхану атеаля. Жизнь, она проходит, секунды прилетают, минуты прилетают, от пятницы до пятницы, субхану алейхиссалям, быстрое время прилетает, и все мы с вами встанем перед Аллахом, субхану атеаля. И тот человек счастлив, кто осветил свою могилу перед тем, как влек в нее. Тот, кто сделал так, что Аллах, субхану атеаля, доволит им перед тем, как он встретится с Аллахом. И тот, кто молился перед тем, как читали молитву над ним, салату аль-жаназа, акулу ма тасми'ун, астагфирллаху лей валакум, валисайрил мумилина микулли дзамбе, фастагфируху, иннаху хуал гафур ррахим, аль-жаваду аль-карим, ассами'у дуаан. Субтитры создавал DimaTorzok